В Перми местная Парма принимала Красноярский Енисей. Дастин Хок попал под локшот Арнета Мултри, но сумел забрать подбор в нападении и отдал результативную передачу на Илью Попова. А в этом моменте Мултри отличился на чужой половине. Эффектное добивание центрового Пармы. Николай Жмако против гостей под кольцом своей команды. Блок для Гарлана Грина. А здесь на защиту кольца встали сразу два игрока. Артем Забелин и Марекс Мейерис. В конце первой половины преимущество Енисея стало двузначным, но гости не собирались на этом останавливаться. На пути Николы Ребича встал Арнет Мултри, но разыгрывающий Енисея нашел выход из ситуации и помог своему партнеру набрать легкие очки. Мултри оформил уже второй дабл-дабл в этом сезоне. Сегодня у него 16 очков и 11 подборов. У Николы Ребича 12 очков, зато все его броски в этой встрече достигли цели. 4 из 4 от 44 номера. Столько же набрал и Артем Забелин, а это эффектное добивание российского центрового стало одним из самых красивых моментов матча. Томислав Зубчич пытался красиво закрыть третью четверть, но на его пути встал Марекс Мейерис. Не в моем доме! А за две с половиной минуты до конца матча Мейерис вывел Парму вперед. Бум! Данк с двух рук. Решающим моментом встречи оказалось тяжелейшее попадание Девиона Берри в проходе. Попытки Пармы спасти игру к успеху не привели. 90-88. Енисей вырывает победу в Перми.